Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 23 июля. 23 июля 1774 года 20-тысячная армия Емельяна Пугачева ворвалась в Казань и учинила там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона, 1755-1807 годы. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысяча крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к огромной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев, крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон, к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсону. Последнее в истории христианской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитыми Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С отрядом в две сотни казаков Пугачев ушел в заволжские степи. Между тем среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям. Пугачева доставили в Яицкий городок, а оттуда в специальной железной клетке в Москву. В канун нового 1775 года начался суд, который приговорил Пугачева к четвертованию. 10-21 января в Москве на Болотной площади Пугачев был казнен. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.